Антон Носик, Анна Артамонова, Максим Каноненко, Дмитрий Ицкович. Сегодня эти имена уже история. Они основоположники Рунета. А начиналось все с простых посиделок на маленькой кухне. Там эти четверо делились самыми смелыми идеями развития всемирной сети. Вот человек, у которого на кухне все. Вот у меня была такая квартирная, которая все читали с кутом. На таких вот квартирниках буквально опытным путем они изучали новинки заграничного интернета. Идеи рождались разные. То, что тогда казалось едва ли не фантастикой, сегодня вспоминают с улыбкой. Люди стали обнаруживать, что они не одни во вселенной. Что есть другие люди, сидящие за компьютерами в каких-то дальних точках. Это сначала был шок, потом это привело к появлению каких-то связей. Блогеры вспоминают, в 98-м в моду только-только входил термин «электронка». Тогда мало кто понимал истинное значение этого слова, поэтому боссы компании по привычке приходили к секретаршам с ценной бандеролью и просили отправить ее по электронной почте. Сегодня же личных e-mail в стране и в мире больше, чем почтовых ящиков. В 2001 году мы подали на рекорд в книгу Гиннесса. По-моему, был зарегистрирован у нас миллионный ящик. Ящик. Даже не человек. И это казалось тогда огромной цифрой. Вот у нас до сих пор на ответ в офисе висела эта бумажка, что миллионный ящик. В нулевых сеть росла в бешеном темпе, как и скорость передачи данных. В далеком 90-м о таком не могли даже мечтать. Тогда сам выход в глобальную паутину был роскошью. Это был ад. И за этот ад вы платили 7 долларов в час в месяц. Как вы помните, 720 часов. Соответственно, если бы вы захотели просидеть месяц, больше 5000 долларов это стоило. Все дозвонивались по модемам. Да, вечно занятые телефоны, вечно занятый домашний телефон. Там бессонные ночи, потому что по ночам был безлимитный тариф. И, значит, естественно, если уж ты наконец-то дозвонился, то уже надо так посидеть, так посидеть. Историю Рунета отсчитывают от 7 апреля 1994 года, когда несколько провайдеров объединились и подали коллективную заявку на регистрацию домина.ру. Но это был только первый шаг. По-настоящему глобальная паутина охватила Россию позже. Большой интернет, в том смысле, который мы его привыкли понимать, появился в США в начале 2000-х. Так же, как и у нас. Это тот же самый интернет, просто он там на три года раньше. Но и сегодня перед Рунетом стоят амбициозные задачи. Например, развитие сети 4G. На сегодня это самый скоростной доступ в интернет. Он только начинает внедряться в стране. В рамках национальной стратегии ежегодно в 4G должны присоединиться до 20 миллионов человек. Анна Воропаев, Ольга Матвеева, Александр Анциферов. LifeNews.